Привет, мои хорошие, с вами Светлана и сегодня у нас заказ сайта Рандеву много интересного. Итак, поехали! Так, ну и что же здесь у нас интересного? Ну, во-первых, краска. Вы знаете, я давно уже крашусь профессиональной краской, тоже беру на Рандеву, но решила взять оттеночек. Мне безумно нравится вообще вот эта серия в линейке Лореали. Здесь появился интересный оттенок, может быть он уже и был, я его не видела. Это розовое золото 823. Вот как раз тот оттенок, который мне очень нравится на волосах на своих. Восьмерка вообще гораздо темнее, на упаковку не смотрим. Я не знаю, почему у нее восьмерку такой светлой всегда печатают, она на выходе гораздо темнее. Но, конечно, все зависит от базы. Здесь интересный такой красивый потон, он мне очень нравится. И не теплый, и не холодный, но в общем классный. Вот последний раз я когда красилась, я как раз миксовала, у меня получилось что-то подобное. Ну, конечно, гораздо темнее. Дальше у нас вот от Леврана такая пенка для интимной гигиены. Нам безумно понравилась. Мы уже брали. Прям невероятно комфортная. Ноль плюс. Сейчас покажу состав, кому интересно. Прям вот классный-классный продукт. Без мыла, без красителей, без этанола. Так, а где у нас? Вот состав какой, смотрите. Очень классная пенка. Рекомендую, хватает надолго. Вот две девочки, да, они, Ксюша и Крис, ей пользовались вот ну сколько, ну месяц, месяца полтора, а то и два, наверное. Вот такого флакончика хватает. Здесь удобный очень дозатор, выдает большое количество мягкой пены. Прям хватает. Вообще вещь классная. Рекомендую. Так, здесь у нас с вами что? Бумажка. Напомню вам про отзывы на сайте Рандеву, потому что там за них можно получить баллы. Вы пишите реальные отзывы на товары, которые купили. За это получаете баллы. Один балл равен одному рублю. И при следующем заказе вы можете их списать в счет оплаты. Получается очень выгодно на самом деле. Они копятся. И вообще можно что-то прямо аж бесплатно взять. Так, дальше у нас с вами что? Зубная щетка. Вот такая взяла для Крисюши. У нее они быстро выходят из строя. Она чистит зубы с чувством, с толком, с растадовкой. Как следует чистит часто. И поэтому щетки обновляем тоже часто. Сплатки. По-моему, первый раз такой беру. От двух до восьми лет. С присоской. Вот такая вот красивая. Так, дальше у нас что с вами? Это шампунь. Взяла мужу. Он пользуется либо Head & Shoulders, либо Клея. Нравится ему. У него от других верх. Ну, привыкание уже. Нравится. Пусть пользуется. Ледяная свежесть. Вот такой вот Клея Мэн. Большой объем. Смотрим дальше. У нас, как всегда, подарочки. Вот это у меня уже был крем. Кстати, очень-очень классный. Понравился питательный. Прям для сухой возрастной кожи. Вообще шикарный. Понравился безумно. Два пробничка. Так, что это у нас за водичка с вами? Давайте глянем. Первая Анжелин. И вторая тоже. То есть это, наверное, женская, мужская, я так понимаю, или нет? Так, сейчас изучим. Так, поняла, что это обе водички женские. Что ж, будем пробовать. Я еще ни разу не пробовала. Всегда приятно, всегда интересно. Тем более пробнички с распылителем. Так, внизу у нас накладная. Здесь у нас тинт чупа-чупс. Давно хочу, девчонки, попробовать. Нашла на рандеву оттенок клубника. Все будем с вами пробовать вместе. Сейчас откроем, конечно, посмотрим. Так, дальше у нас с вами фокалер. Девчонки, я вообще ярый поклонник фокалер на самом деле. Мне безумно нравится их декоративная косметика. Здесь у нас помада для губ. У меня уже была помада от фокалер. Они безумно комфортные. Они бархатистые на губах, они стойкие. Очень крутые в 0,5 оттенке. Фокалер – это китайцы, если я не ошибаюсь. Вот так она выглядит. Смотрите, упаковочка. Вот, вот так. У меня уже была их помадка. Мне очень понравилось. Так, сейчас я найду производитель. Тут у нас мелко-мелко должен быть. Написано «Китай». Это Китай, да. Они на Алиэкспресс раньше торговали. Сейчас на многие другие платформы вышли. У них очень годная косметика и недорогая. Решила уже пройтись по фокалер. Это у нас тени-карандаш для век. Так, сейчас покажу информацию. Выбирала долго оттеночки. Взяла тон 21. Вот тени-карандаш я их никогда не пробовала. У меня была пудра классная. До сих пор у меня есть. Никак не кончится. Ей два года. У меня была матовая помада в стике. Матовая помада с кисточкой. Что у меня было для бровей. Ну, в общем, все, что я пробовала, мне очень понравилось. Вот, действительно, очень. Все распечатала, все открыла. У меня до этого, она где-то, кстати, у меня до сих пор лежит. Помадка в стике такая совсем-совсем нюдовая летнего. И даже с оранжевым потоном. Тут я решила пройтись по красным цветам. Что тинт, что помада. 0,5 оттенок. Сейчас будем делать свочи. Вообще красивучая. Красивучая, яркая, весенняя такая прям. Вот он, свочек, достаточно насыщенный, такой ягодный цвет. Яркий, мне нравится. Прямо на весну. Так, теперь тинт. Нравится, пузыречек не стоит. То есть, его открыл, он не стоит. Вот так выглядит у нас с вами кисточка, фокус. Сейчас тоже просвочим и посмотрим, как остается на коже. Вот он, свочек. И сразу засвочила вам тени. И это такой красивый смоки. Красивый коричневый классический оттеночек. Вот так выглядит. Сколько его у нас здесь? Давайте посмотрим. Ой, много, слушайте. Прям много. Красота. Большой такой стик. Сейчас на стойкость тоже проверим. Терла тинт. Вот такой вот остался след. Ну, буквально 2 минутки сидел он у меня на коже. Если подольше, может быть, поярче. Но и то, я считаю, хороший результат. Тени ползут, попробовала, стираются. Будем пробовать на глазах, будем смотреть в носке. Оттенок мне нравится очень. Помада у нас, кстати, с вами тоже как тинт. Не оттирается до конца. Вот прям терла-терла как следует. Нет, след все равно остается такой достаточно приятный. Приступаем к покраске. Будем с вами тестировать этот интересный оттенок. Но я приблизительно знаю, как лореаль ведет себя на моих волосах. Поэтому я буду красить на грязные волосы. У меня уже сильно отросли корни. У меня уже, видите, видно седину. То есть, ну, сантиметр где-то точно отрос. И седина прослеживается. Особенно спереди, естественно. Потому что ее тут больше всего. Будем с вами краситься. У меня лореаль в восьмом оттенке может дать рыжие корни. Это я тоже прекрасно знаю. Но вот все равно в душе хочется экспериментов. К весне нет. Вот красилась ты краской профессиональной. Ну, красить и дальше на результаты обалденный. Нет. Ладно, если что, потом оттонируемся. Все равно хочется мне этот очень оттенок 8.23 попробовать. Прям не могу. Новый аромат. Аромат. Новый аромат. Так. Еще мне нравятся здесь удобные бутылочки. Потому что прям хоть ее не выкидывать, оставлять. Чтоб потом подержать свои краски. Вообще должен витровозовать теплый баттон. Именно его хочется. Потому что при последней покраске я добавляла как раз на розово-красный оттеночек. Такой интересный. Интересно, какой у нас здесь окислитель по проценту. Потому что вот если девятка, то точно у меня будут желтые корни. Я уже вот знаю, как мои волосы себя ведут. У меня самый идеальный вариант именно покраски на шестерке. На тройке тонировка, которая вот дольше всего держится. А на девятке можно с моей краской, да? Которой я крашу уже, наверное, сколько больше года. Но с лориаль будут желтые корни по-любому. Хотя у меня свои волосы, они практически черные. Темно-темно-русый цвет. Абсолютно холодный. Без какого-то намека на ржану. Но все равно так и получается. Не найдешь. Не пишут. Пишут, как это называется у них. Проявляющий крем процент. Не пишут. Не нашла я, по крайней мере. Добавила сюда эмульсию. Гель, краску точнее. Она вообще прям жиденькая была. Вот в этот проявитель. И теперь смешиваем. Мне что нравится, у них маска классная для волос. Она прям класснючая-класснючая. На кончике даже может утяжелить. Разглаживает все моментально. И объем здесь 54 аж миллилитра. Наверное, у нее новый аромат. 54 миллилитра хватит на полгода. На мои волосы точно. Перчатки даже положили черненькие. Как следует все перемешать. Я вообще хочу, знаете как, на корни сразу не наносить. Потому что они окрашиваются у меня, естественно, быстрее всего. Там свой цвет еще есть. И нам, дабы избежать желтизны, я хочу нанести сначала на середину длины. У меня, как всегда, техника. Я бы вообще на корни добавила еще своей красочки. У меня и семерка есть. Можно затемнить. Но тогда чистоты эксперимента не будет. Как себя эта краска ведет в погодных условиях. Кстати, вот камера вам делает цвет волос мой темнее. Он гораздо светлее. Просто вот я смотрю на себя в зеркало. Вот так вот, и далека еще более-менее. Как я приближаюсь, почему-то он делает темнее. У меня блонд. У меня блонд 8 уровень. По камеру почему-то все равно цвет волос мой темнит. Удобный носик, с которого сразу бежит краска. Потому что мы ее с вами разболтали. И я сейчас вот прям на середину буду наносить. И постараться не заходить на кожу головы на нее прям попозже. Если получится. Ну что, нанесла. Засекаю время. Буду держать 40 минут. Что хочу сказать. Неудобный формат все-таки краски. Почему? Потому что она гелевая. Она прозрачная. Пол прозрачная. На концу уже нанесения стала такая вот сиреневат-розовая. Ее на волосах не видно. И поэтому понять, насколько хорошо ты прокрасил каждую прядку, невозможно. Да. Слава Богу, ее в принципе много на мою длину волос. Вот на мою густоту мне кое-как хватило. Я промазывала в самом конце кожу головы и в самом конце кончики. А так минут 10 я промазывала основную длину волос. Неудобно. Ее не видишь. Где ты нанес, где ты не нанес. Вот это, конечно, вообще. Еще потом долго массировала, чтобы все это равномерно распределилось. Так как непонятно, на каком волоске есть краска, на каком нет. Поэтому кремовую, конечно, в этом плане все-таки лучше. Так, ну что, буду ходить. Потом уже посушусь. Все вам покажу, как получилось. Так, я вижу уже, в принципе, зеркало такое легкие розово-сиреневый отлив. Есть на волосах. Надеюсь, что с корнями дело будет обстоять так же. И не уйдут желтезны. Я довольна. Цвет волос, как я ожидала, на самом деле. Камера сейчас вам опять будет врать, естественно, как всегда. Я сделала снимок при естественном освещении на заднюю камеру, которая хорошо передает цвет. И вставлю фоточку. В общем, ну классный. Классный. Но, естественно, все-таки есть небольшая желтизна на корнях. Ее не видно в целом. Вот ее не видно. Я в зеркало смотрю, ее не видно. Надеюсь, она потом не будет проявляться. Но это вот непрофессиональные краски. Они этим всегда грешат. Но в целом мне нравится. Очень красивый цвет. Что касается теней. Сейчас у меня на верхнем и нижнем веке прям немножко добавила и подрастушевала на обычный теплый бежевый цвет. Очень хорошо тушуется, держится хорошо. Не скатывается ничего. Можно сделать прям глубокие-глубокие смоки. Для тех, кто любит оттенок красивый, коричневый, суперский. Сейчас будем с вами тестировать тинт. Вернее, я его уже протестировала, но вам покажу, как это все дело выглядит. Понравился. Вот тинт крайне удачный. Оттенок помады все-таки немножко промахнулась. Но имеет место быть с какой-то другой миксовать. А вот тинт очень классный. Очень понравился. У него финиш прям красивый. Освежающий такой весенний, суперский. У меня на губах немножко тонального средства. С помощью этого тинта можно сделать, опять же, макияж губ по типу корейского. То есть контур губ мы не прокрашиваем, закрашиваем только серединку. Мне не совсем удобно это делать без зеркала, но я постараюсь. Вот таким образом можно даже вот так отпечатать. Здесь даже не глядя можно рисовать, потому что по факту нам именно такой вот небрежный результат нужен. Ну вы поняли, про что я говорю. Сейчас это смотрится некрасиво, потом это будет красиво. Тогда у нас с вами схватится тинт, мы его можем стирать. Можем стирать, все как бы, можем оставить, можем так ходить, можем стирать. И у нас с вами получается, можно пальчиком сразу ненашку, а так растушевать. И у нас с вами получится такой, знаете, эффект зацелованных губ, что ли. Когда мы все это делаем, потом сотрем. Но я сейчас так делать не хочу. Я хочу все губки закрасить, чтобы вы по достоинству оценили оттенку. Вообще оттенок очень удачный, мне нравится, красивый. Много кому подойдет. Можно этим тинтом себе миллиметр опять же подарить. Все, вот такая красота получается. Можно походить несколько минут, можно прям сразу стирать. Тогда будет легкий такой красивый финиш. Я обычно минут пять хожу и подстираю. А можно вообще не трогать. Достаточно мягко себя на губах ведет. Вот не сушит, не сушит. Все отлично, все замечательно. Мне нравится. Работать единственное нужно аккуратно. Но кисточка достаточно здесь удобная, такая маленькая, чтобы не заехать. Потому что практически мгновенно пигмент впитывается. Поэтому аккуратненько прокрашиваем губки. Если неудобно спонжем, можно, конечно, взять какую-нибудь совсем тонкую кисточку. Цвет красивый. Яркий, сочный, здоровский. Мне очень нравится. Я пока оставлю так, немножко покажу и потом вам покажу. Подела пять минут. Можно теперь взять влажную салфеточку, смотрите. И стереть излишки. И будет очень красиво. Мне прям безумно нравится этот оттенок. Можно нанести блеск, как душе угодно. Можно не стирать. Я бы не стирала, так пошла. Я хочу вам показать финиш, какой остается. Аккуратненько. Тру-тру. Если хотите легкий оттенок, то прям нанесли и сразу стерли. Все. Красота. Достаточно естественно. В то же время губки яркие. Салфетка вон вся красная. Но смотрите, сколько пигмента остается на губах. Держится долго. Практически есть день. Сходит равномерно. То есть губки постепенно бледнеют, бледнеют. Отлично. Шикарный оттеночек. Так, ну и на этом все, мои хорошие. Все вам рассказала. Если какие-то вопросы остались, задавайте в комментариях. Промокод на скидку 10%, как всегда, оставляю под видео в инфобоксе. На заказ рандеву от 2,5 тысяч. Ссылочки тоже. Всех люблю. Целую. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok